И снова пятница снова. Здравствуйте, привет, художники, любители порисовать. Давно у меня не было карандашиков новых. И вот пришла очередная посылочка с Алиэкспресс. Давайте посмотрим, что внутри. Вскрываем. Распаковка. Распаковка карандашиков с Алиэкспресс. Давно я не покупал карандашей, потому что накупил столько карандашей, что для того, чтобы мне все вырисовать, наверное, нужно лет пять. Пятилетку нужно потратить на то, чтобы вырисовать все, что у меня есть с карандашей. Рисую я не только карандашами. Так, это мусор. Это мусор. Рисую я не только карандашами. Учусь рисовать. Это нельзя сказать, нельзя назвать рисованием. Учусь рисовать. Учусь рисовать. Итак, что у нас сегодня? Коробочка с карандашами. Давайте посмотрим. Давно искал себе эти карандаши, но не мог найти. Все время смотрел, смотрел, смотрел. Были карандаши небольшие партии. А сейчас зашел на Алиэкспресс, смотрел, карандаши в наборе, 72 карандаша. И, недолго думая, я себе купил эти карандаши. Так, ну. Смотрим, смотрим, смотрим. Скрываем интрига. Интрига, интрига. Ух ты. Фабер Костель. Фабер Костель. Гифт, подарочек. Сейчас посмотрим. Какой-то подарочек для разрисовочек. Подарочек для разрисовок. Фабер Костель. Фабер Костель. Я не знаю, это настоящий Фабер Костель или нет. Ну, вот такие вот заготовки для разрисовки. Хорошо. В сторону. Как-нибудь попробуем разрисовать. Посмотрим, соответствуют ли яркости. На данный момент это только распаковка. Распаковка. Все, дальше без ножика. Можно с ножиком. Главное не порезать коробку. Коробка это очень важная штука. Вандальный метод. И вот, что у нас есть. Тут еще какая-то бумажечка. The Based on Nothing. Беру карандаши только вот в этом магазине. Анштальн. Если кто-то увидит на Алиэкспресс, рекомендую. У них, во-первых, цены немножко дороже. Но, в то же время, у них качественная продукция. И они не торгуют контрафактом. Они ритейлеры. И вот такая коробка Black Edition. Black Edition. Так, как бы тут разрезать так, чтобы не попортить упаковку. А то 72 карандаша. Fabric Astell Black Edition. Ой, тут еще что-то какое-то такое. Вот. Потому что у меня уже была одна такая коробка. Но там было только на 24 карандаша. Сейчас сниму вот это все, чтобы не бликовало. На камеру. Распаковка. Карандаши с Алиэкспресс. Так. Вандальный метод распаковки. Все. Это в сторону. Это все в сторону. Это мусор. Это мусор. Это мусор. Итак, что мы имеем? Коробочку на 72 карандаша. До этого у меня была вот такая вот коробка Black Edition. Fabric Astell. 2.4 карандаша. Но хотел себе 72. Хотел себе 48. Не было в продаже. Хотел себе большую партию. Не было в продаже. А тут смотрю на Алиэкспресс. Захожу. Вот такие вот коробки Black Edition. На 72 карандаша. Еще картонка. Сверху защитная. Красиво. Оформление на уровне. Красиво. Это сняли. Это сняли. Вау. И смотрите. Тут такая вот тисненная коробка. Тисненная коробка. Если видно рельеф. Fabric Astell. Black Edition. Магазин Astell. Рекомендую. У них всегда приходит товар хорошо запакованный. Как видим, коробка нигде не мята. Не бита, не крашена, как говорят. И открываем. Открываем коробочку. Так. Коробочка без петель. Вот видно, да? Вот так вот. Как оно тут вытеснено. Может быть, это можно использовать в качестве какого-то трафарета. И потом нарисовать. И что у нас тут? У нас тут карандашики. О, придумали ручечки для вытягивания поддончиков. И сколько у нас? Ага. Верхняя с ручками. А нижнюю попробуй достань. Попробуй достань. Нету. А в принципе ее доставать не надо, потому что это нижняя. Все. 72 карандаша. Одна точилка, одна резинка. Резинка тоже черная. Резинка черная. Точилка черная. Хорошая. Что там написано? Made in China. Точилка у нас Made in China. Но написано Faber-Castell на точилке. Хорошо будет Faber-Castellевская точилка. Итак. Faber-Castell. Dark Edition. Карандашики. Карандашики, карандашики. И тут у нас что у нас есть? Во-первых, в отличие вот этого Dark Edition. Сейчас посмотрим. В отличие вот этого. Вот от этого. Сейчас, минутку. Вот эти предыдущие. Тут карандаши круглые. Вот сколько я съел карандаша. Сейчас, минуточку. Вот. Эта серия у нас были круглые карандаши. Без всяких номеров, без всего прочего. А тут треугольный карандаш. Треугольный карандаш. Треугольный карандаш немного удобнее держать, чем круглый. И даже шестигранный. И на них есть уже появились номера. Faber-Castell B014. На этих же нету. На этих написано FCS Eco Super Soft Faber-Castell. Вот разница вам в карандашах партии. Как они рисуют? Посмотрим. Будем вырисовать. Вот так вот, я думаю, вам видно. Да? Будем вырисовывать. Будем смотреть, как они рисуют. Ну что, вот эти я вырисовывал, рисовал, пробовал, учился. В сторону. А эти нужно будет еще вырисовать. И посмотреть, что и как. Так, карандаши пронумерованы. Никакого лишнего принта нету. Faber-Castell и номер. Очень хорошо. Я обычно не люблю, когда лепят лишние ненужные принты на карандаши. Это лишнее, это лишнее. Супер-софт. Лифнее. Вот это надо было вот так вот оставить. А здесь номерок набить. Или даже здесь. Как они сделали в этой серии. Как они рисуют, в отличие вот от этих карандашей, будем пробовать. Вот. Но мне понравилось. Эншталь, молодцы. Получают 5 звездочек. И как они говорят, или лучше, или ничего. Картинки для разрисовки. Попробуем, разрисуем. Потом покажем, как они разрисовались. Но бумага черная, но тонкая. У меня обычно бумага идет толще намного. У меня где-то с 200 грамм черная бумага. А тут бумага где-то... 120-160 грамм. Может, я сейчас попробую. Да. Вот у меня бумажка на 160 грамм. Вот они обе почти одинаковые. Так. Черные карандаши. Это тема, конечно. Интересная. Учусь рисовать черными карандашами. Не все... Сразу не все гладко. Как и во всем. Так что... Так, зашел. Конвертик хороший. В общем, рисование на черной бумаге. Это отдельная тема. И для этого вот придумали вот такие вот карандашики. А, у них еще вот, заметил, есть стеснение какое-то на самом карандаше. Есть стеснение. 42. 12. Не знаю, что это. Партия карандаша или... J2. А, это не 12. Это J2. J2, J2. Это, наверное, номер смены, которое делали эти карандаши. Вот. Вот так вот выглядит коробочка на 72 карандаша. Вот фабрика Stel. Black Edition. Так что, если кто-то хочет, рекомендую. Магазин и рекомендую эти карандаши. Я думаю, что они все-таки рисовать будут точно так же, как и эти. Точно так же, как и эти. Посмотрим. Пока что, я вот этим и делал вырисовку тестовую. Они где-то так вот рисуют. Кроют. Как видим, белый забивает полностью. Пигментация хорошая, сильная. Надо еще дорисовать. Еще 1, 2, 3, 4, 5 выборочных. Раз, 2, 3, 4. Четыре карандаша выборочных. Сделаю вырисовку. И посмотрим. Это рисует вот так вот эти карандашики. Партия на 24. На черной бумаге. Как видим, она сильно пигментированная, карандаши. Пигментация перекрывает полностью черный фон. Ну вот, надо учиться рисовать. Надо учиться рисовать. Потому что у меня еще не сильно хорошо получается. Где-то так. Вот я пробовал рисовать грибочки. Где-то так они у меня получаются. Еще хромает, но ничего страшного. Рисование хромает. Но, как видим, пигментация. То ли я что-то недопонимаю. То ли тут прошла коррекция. Предпечатная, предпринтовая коррекция. Хотя, если сравнивать вот это, то они таки, да, яркие. Таки, да, яркие. И ими просто нужно приловчиться рисовать. Да, вот видим, желтый здесь и желтый здесь. Один в один почти. Почти один в один. Что у нас тут есть еще сравнить? Таких нету сильных. Сиреневые. Красные. Да. Один в один. Моя тестовая вырисовка и рисунок на вот этом. Один в один. Очень хорошо. Вот. И давайте посмотрим, как в сравнении. Так, это у меня призма-кулор был. Это тоже у меня призма-кулор. Рисуночек. Детский примитивизм. Так, это у меня заготовки. Белый тест. Давайте посмотрим на белый тест. Что у нас тут по белому тесту. Итак, по белому тесту у нас Muppet. Magic Color. Marco. Fine Art. Вот так вот нужно сравнить. Почему? Потому что здесь у меня один проход. Один слой. Два слоя. Три слоя. Четыре слоя. Пять слоев. Шесть слоев. Семь слоев. Восемь слоев. Девять. Десять. И что я тут записал себе? На восьмом слое. На восьмом слое уже практически незаметно наслаивание. Даже на седьмом. Седьмой. Нет. Восьмой все-таки я еще вижу. Может на камеру не так. Но мне мимо камеры видно, что седьмой и восьмой небольшое отличие есть. Я обычно себе делаю вот такие сетки. И потом сижу выкрашиваю. Правда вот такая выкраска седает почти пол карандаша. А так как я только учусь рисовать на черном, то белый карандаш у меня самый ходовой. Хорошо, что вот когда я рисую призма-кулор, на призма-кулор есть карандаши почти тучно. В коробках продаются белые отдельно. Белые отдельно. Почему? Потому что я когда рисую на черном, то у меня получается так. Я сначала делаю белую подложку белым карандашом. А потом уже поверху белого рисую цветом. Чтобы цвет был ярче и сочнее. Хотя, наверное, это неправильно. Подскажите мне. Я только учусь. Наверное, все-таки Dark Edition позволяет без вот этой подложки рисовать сразу по-черному. Сразу по-черному из-за его сильной пигментации. Так, и давайте посмотрим. Вот у меня выкраски. Сколько тут у меня слоев? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На вот этом 8 слоев. И посмотрим, что у нас идет. Muppet. Детские карандаши Muppet. Отдыхают. Magic. Отдыхают. Вот. Marco Fine Art Renoir. Marco Fine Art Renoir. Fenix Color. Deli. И вот Prismacolor где-то рядом. И Fabric Astell Polychromos где-то рядом. Но не так сильно пигментировано. Не так сильно пигментировано. И посмотрим еще одну мою выкраску. Еще одну выкраску. Цветные карандаши по черной бумаге. Что у нас тут? Вот, например, красный. Это обосы. Тут у меня по 4 слоя где-то. До полного забития, до начала комкования. Вроде бы да. Вроде бы да. Вот. И давайте посмотрим. Красный. Красный и желтый. Они у меня идут рядом. Я обычно вырисовываю красный, желтый, зеленый и так далее. И вот. Обосы. Против Dark Edition. Бруты. Брутфунер против Dark Edition. Маппет против Dark Edition. Феникс против Dark Edition. Дели. На черной рисуют вот так вот. Против Dark Edition. Marco Fine Art. Вот так вот. Физма Color. Где-то так. И Faber Castell. Polychromos. Где-то вот так вот. И тут уже, где белая подкладка, подрисовка. И по ней идет рисунок цветным карандашом. Где-то вот так вот. Подскажите, кто рисует по черному, нужно ли делать вот эту белую подрисовку. Кто делает, кто не делает. Потому что я только учусь. Мне это все интересно. Вот так вот. Ризма Color. Вот так вот выглядит. И Faber Castell с белой подкладкой. Белой подрисовкой. Вот так вот выглядит. Можно заметить, что Faber Castell без белого и с белым. Видите, разница в каком цвете. Тут ярче. Если подкрашивать белым снизу. Тут ярче, чем тут. А Dark Edition он сразу по черному рисует ярко. Где-то так. В принципе, вот так вот. Ну а вот эти плавнички у меня разрисованы. Это разрисовано акриловыми маркерами. Акриловые маркеры самые яркие, самые сочные. Поско. Так что, если кому нужна поско. Яркость рекомендую. Хотя в карандашах есть свой. Своя красота. Каждый арт инструмент требует изучения подхода к себе. Так, ну на этом, наверное, видео распаковки мы закончим. Хорошие карандаши я доволен. Так, где эта коробка? Ой, спряталась. Будем рисовать. Под музыку. Очень хорошо. Мой хомяк доволен. Рекомендую. Faber Castell Black Edition. Магазин Anstall Black Edition. Все, всем спасибо за просмотр. До свидания.